Добрый вечер, дорогие друзья! Создание картинок с выступки связано по имени, по имени Модеста Мусорштова еще с двумя. И это Владимир Стасов и Виктор Гартман. Владимир Васильевич Стасов замечательная личность, историк, искус, человек широчайшего образования и при этом человек очень широкой искренней души. Он был другом музыкантов, художников, литераторов, он был вдохновителем, он дарил новые идеи, сюжеты для того или иного произведения. Так, например, Мусорскому посоветовал сочинить оперу на сюжет из эпохи Петра I и появилась опера «Станковачи». Вот именно в доме Владимира Стасова Мусорский познакомился с Виктором Гартманом, художником и архитектором. Композитов художник были ровесниками, они быстро подружились, очень много общались и громко среди ясного неба. Смерть Гартмана в расцвете сил 40 лет, это болезнь сердца. Мусорский даже потом хорил себя за то, что достаточно внимания не уделял состоянию и здоровью своего друга. А через год после кончины Гартмана усилиями Владимира Стасова в Петербурге была организована посмертная его выставка. И выставка эта во всей полноте показала, насколько разносторонним талантом или даже талантами обладал этот человек. Потому что здесь были представлены и акварели, и картины, написанные маслом, и карандашные зарисовки. Причем это и портреты, и пейзажи, и какие-то характерные сценки. Кроме того, здесь были представлены эскизы театральных костюмов и декораций. Здесь были архитектурные проекты, художественные изделия. И вот эта выставка стала очень мощным творческим для мусорства. Летом 1874 года он сочинил цикл пьес для фортепиано, которые сначала хотел назвать Гартман, а потом дал то название, которому мы теперь привыкли. Картинки с выставки. И это действительно настоящие музыкальные картинки. Причем из разнохарактерные, очень контрастные, на друга не похожие. Ну, например, начиная пейзаж и трубатур перед Средневековым замком пьеса под названием Старый замок. Или тяжелый шаг животных волок. И с трудом проворачивающиеся большие колеса, деревянные повозки пьесы под названием «Быгла». А другая, совсем иная на настроении, пронизанная солнцем, радостью зарисовка, сад Тюлери, Парея. Интересно и то, что вот 10 пьес скреплены одной музыкальной темой, которая появляется много раз, которая каждый раз предстает в новом виде и которую Мусоргский назвал «Прогулка». И говорил, что в ней, в этой музыке, в этой теме, в этой прогулке его собственная физиономия видна. Он сам по выставке прогуливающийся вдоль картин, вдоль экспоната. Интересно и то, что пьесы Мусоргского не стали просто всего лишь иллюстрациями работ Гартмана. Нет, он пошел гораздо дальше. Вот из тех работ, которые вдохновили композитора, до наших дней сохранились 6 из 10. Можно найти их в интернете, но, знаете, даже в словесном описании можно сравнить музыку, которая потом будет звучать. Вот несколько примеров. Избушка на курьих ножках. У Гартмана – это каминные часы, очень изящие, с резьбой, которая бывает на русских измах. У Мусоргского – это количественная зарисовка, под которой можно представить все что угодно, в том числе и полет бабушки над сказочным лесом. Гном Гартман – маленькая фигурка на кривых ножках, Мусоргский. Его гном имеет и характер, и внутреннее состояние, и повадку, и движение. Два еврея, богатые и бедные. У Гартмана это были два портрета – богача и бедняка. А Мусоргский объединил их в диалоге. И в музыке слышны два голоса. Один надменный и уверенный, и другой приниженный и заискивающий. Ну и дальше можно еще продолжать примеры. То есть полет творческой фантазии был не ограничен у Мусоргского, а работы Гартмана стали толчком для него. Точно так же, как теперь. Уже музыка Мусоргского дает толчок для полета фантазии новых художников. И сегодня плод своей фантазии представит художник Лариса Шипунова. Потому что сегодня картинки с выставки, как вы уже знаете, будут сопровождаться песочными картинками. Еще интересная исполнительская судьба этого произведения, музыкального произведения. Оно опубликовано было и стало исполняться не сразу после того, как было создано. То есть только некоторое время спустя. Сначала появилось издание «НОНД» в редакции Римского-Корсакова. Потом появилась оркестровка для Большого симфонического оркестра, сделанная французским композитором Мэрисом Равелем. И вот уже после того, как эта оркестровка появилась, картинки с выставки стали исполняться. И в оркестровом варианте, и, конечно же, первоначальном варианте оригинальным для фортепиано. А аранжировки посыпались одна за другой, и несколько десятков. Вариант для струнного оркестра, который сегодня исполняться будет, сделан американским композитором Робертом Паттерсом. Модест Мусоргский. Картинки с выставки. Прогулка. Гном. Старый замок. Прогулка. Тюйерийский сад. Соро детей после игры. Быдло. Балет не вылупившихся птенцов. Два еврея, богатый и бедный. Прогулка. Лимош, рынок. Большая новость. Катакомбы. Римская гробница с мертвыми на мертвых языке. Избушка на курикнушках. И богатырские ворота в стольном городе Киев. Исполнитель Омский камерный оркестр. Дирижер Григорий В. Художник Лариса Шипунова. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Аплодисменты. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 КОНЕЦ 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 Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Закончилось первое телевидение концерта «Атракт».